Все уже давно ждут результатов наших опытов на широкорядных поселах. Все ждут результатов нашего спора с Эдуардом Рованьковым. Но, к сожалению, нам пришлось остановить уборку пшеницы, потому что подошла Вика. Затем подошел горох, мы убрали Вику, убрали горох, перешли на пшеницу. И вот, кажется, убирай. Но не все получается, как хочется. Даже такая техника бывает очень серьезно под водой. Вы видите, нам пришлось выбросить все внутренности отсюда. Очень серьезная поломка. Пришлось разобрать практически пол комбайна, потому что лопнуло одно из решет, которое прочищает. Видите, все лежит снаружи. Как видите, результатов опытов надо подождать. Мы отремонтируем комбайн и сразу же возьмемся за опыты. Но сегодня я получил видео от Вадима Дробитько, у которого, как вы помните, мы снимали опыты по разным нормам посева пшеницы. И в том числе один из опытов был широкорядный посев. Поэтому, пока мы тут заняты ремонтом, предлагаю вам посмотреть и проанализировать то, что получилось у Вадима. Сегодня 26 число, 26 июня. И мы начинаем уборку долгожданных опытов по нормам высева. Кроме того, что мы будем замерять урожайность по миллионам, мы еще посмотрим по каждому опыту с нормами высева. Качество. Хотел бы несколько слов о том, в каких условиях как селось это поле. Пришественник Азима и Рапс. Посев 3-5 числа сентября. На линию посева вносились фосфорные удобрения в норме 100 килограмм. Физически состояние поля полувлага. Посевы довольно-таки были изначально порваны. Зерно взошло уже, основное взошло после посева. И довсходило уже как бы после дождя, через месяц после дождя. Весной была подкормка азотными добровыми. Ну как бы они были не очень эффективны, потому что весна была очень сухая. И я думаю, что они не сработали. Ну посмотрим. Начинаем уборку. Рапаин зашел в 1 миллион. Заканчивает участок. Сейчас мы посмотрим, что с этого получится. Рапаин зашел в 1 миллион. Рапаин зашел в 1 миллиона. Комбайн такой. Рапаин зашел в 1 миллион. Чтобы на 20-15 на 20-15. Комбайн убирает участок 3 миллиона. Площадь убираемого участка 2-го гектара. За один проход комбайн скашивает 72 сотых. 4 миллиона. Комбайн сейчас готовит к заходу, к загонку. Вводят данные. Монитор наполнитель укалибрует. Хочу еще напомнить. На этом поле с 1 апреля по сегодняшний день выпало 22 суммарно миллиметра осадки. Поэтому здесь, вероятно, результаты будут не очень высокие. Последний участок 5 миллионов. 2 миллиона. Широгаятый посев. На 50 сантиметров. Ну вот тут парка закорядного посева. Вот так выглядит междурядье. Это как-то интересно звучит. Ну, то что имеем, поимеем. Интересно, интригующе. Финальный прокос. 2 миллиона Ну вот мы и закончили уборку опытов провели исследование на качество подытожили урожайность можем сделать предварительные скорее всего не предварительные окончательные выводы по урожайности ну и я хочу поблагодарить агронома Игоря и комбайнера который участвовал в уборке поблагодарить за терпение, за качественную уборку Благодарю Что понравилось? Широкорядный посел может быть там был и миллион и пять и другие варианты Ну, мне как комбайнеру понравилось то, что там ну, масса здоровая, что он не идет тихо робит А зерна нету? Не, ну, как бы сказал, что в последний раз что да, когда лючки открытые ну, я от лючки открытые я тут дырю Широкорядная понравилась мне Это на пяти миллионах комбайн зашел Масса есть а в бункер не идет зерна Ну, понравилось все Сделали эти висновки по поводу норм висева Справа в том, что густота посеяла зимой пшеницей это понятие относное Тобто, можно сиять густо можно сиять рідко в рожайности этого не поменяется она будет одинаковая ну, смотря на каких условиях мы все это делаем Ситуация такая Вы видели на экранах что у нас там получилось по сути, как бы урожай наверное был на всех на всех опытах на всех участках одинаковый и в прошлом году, когда мы принимали решение какой сеять нормой два миллиона, пять миллионов, три мы сомневались в своем решении что два миллиона было это неправильно но сегодня после того, как мы получили результаты в миллион и он, наверное, выигрышный мы задумались снова но я хочу еще добавить я и задоволенный, и не задоволенный тими результатами почему? потому что я не побачил когда же пойдет снижение урожайности при снижении норм возможно на полмиллиона висеву она будет еще выше еще лучше то есть тут нужно задуматься я иду я иду я иду